Общественный фонд «Мы против коррупции» с 2010 года занимался формированием общественного мнения против коррупции и традиционного отношения к закону. Мы проводили большое количество митингов, где рассказывали о фактах, причинах и необходимых мерах противодействия коррупции. Это очень сильно не нравилось прокурорам, которые содействовали безнаказанности коррупционеров. В результате в 2015 году был сожжен офис фонда на Красном проспекте 220, корпус 2, а далее к фонду были предъявлены претензии, что в документах указан неверный адрес, но при попытке уведомления о смене адреса были организованы препоны, всевозможные препятствия. Юстиция отказалась регистрировать смену адреса, ссылаясь на необходимость изменения уставов. В конце 2017 года был блокирован расчетный счет фонда, фактически с 2018 года деятельность фонда была заморожена. И в 2018 году я поставил в известность налоговую инспекцию о снятии из себя полномочия руководителя организации. Я не получал заработную плату в фонде, а финансировал его деятельность. Государство нам не оказывало никакой помощи, только мешало. В рамках деятельности фонда мы защищали интересы России и народа. Мы заявили о преступлениях с цементомонополиста, который организовал схему для вывода десятков миллиардов из-под налогообложения, об участии в этой преступной деятельности губернатора Новосибирской области Толоконского и мэра Городецкого, чьи заместители Солодкина контролировали государственный пакет акций ООС Китин Семент. Охищение 1500 бюджетных квартир, охищение при ремонте и реконструкции театра, оперы и балета, охищение в пенсионном фонде, в результате которых власти решили сделать пенсионную реформу. Не коррупционеров наказать и деньги вернуть, а фактически прекратить право людей на пенсию. Напоминаю, власти России провели пенсионную реформу и фактически решили, что люди в России будут работать до самой гробовой доски. Фактически до пенсии доживут далеко не все, ведь фактически для многих пенсионный возраст начнется только с 70 лет, так как не хватит пенсионных баллов для своевременного выхода на пенсию. Ужасно! Государственная власть России обязана опираться на силу закона, демонстрировать уважительное отношение к закону, формировать условия для предпринимательской деятельности, а фактически мы видим, что права обычных людей безнаказанно попираются. Зачастую люди не способны защитить свои права даже в суде, а путинские коррупционеры совершают преступления под защитой правоохранителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова